Так, мы продолжаем наши прямые эфиры. К сожалению, предыдущий прервался, но сейчас у меня будет для вас сюрприз. По вашим же заявкам, как вы хотели прямые эфиры с девочками сборной Узбекистана. И сейчас как раз такой не очень запланированный эфир будет, такой спонтанный даже, я бы сказала, с одной из наших девочек сборной команды, которая тренируется со мной. Поэтому сразу подготовьте свои вопросы, которые вы хотели бы задать. Или я, или Дина, мы вам будем отвечать на них. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это у нас Динара Рашанбекова. Дина, расскажи немножко о себе. Привет всем. Меня зовут Динара. Мне 20 лет. Я состою в сборной команде Узбекистана в групповых упражнениях. Тренируюсь у нашей любимой Екатерины Александровны. Динара, тебе уже 20 лет? Ты учишься где-то? Да, я учусь в физкультурном институте. Перешла на третий курс. Тренером? Ну, дай бог, да. По вашим стопам. Дина, у нас одна из самых опытных гимнасток в команде. Сколько лет ты в групповом, скажи, пожалуйста. Ну, уже четвертый год пошел, что я в групповом стою в сборной. Год в основной сборной. Это уже хороший срок, потому что уже в этом возрасте приходит опыт. Вот ты чувствуешь себя такой старожилой командой, что ты уже можешь ориентироваться, какие-то новые ощущения у тебя появились. Какой-то другой уровень перешла по сравнению с первым годом, со вторым годом, когда ты в команде появилась. Да, ну, после того, как появились вы у нас, как вы начали нас тренировать, я прям чувствую, что у меня кардинально изменилось. У меня повысился опыт, я стала намного опытнее, и думаю, что я повзрослела, и я начала видеть много чего, чего я раньше не видела. И я набралась опыта благодаря вам, и я стала более увереннее в себе. И с предметом я дружу очень даже хорошо, благодаря вам. Но ещё у меня физически нагрузки у меня как бы увеличились, и я как-то начала... У меня ловкость увеличилась, я стала ловче, и потом я стала... У нас как-то идёт всякие нагрузки, которые вы даёте, и благодаря ним повышается опыт, и физически я становлюсь лучше. Чувствуешь, да? Что раньше, например, ты могла там два часа в полную силу, а сейчас уже побольше времени. Или как? Да, 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 совершенно верно. У нас всегда была самой ловкой, одной из самых гимнасток тех, из которых всё ловят, которые просто самый сложный предмет догоняют, не боятся, берёт самые сложные критерии, рискует больше, много, очень больше всех. И, конечно, молодец, потому что чем ты старше, тем больше на тебя ответственности, больше всяких рисков, больше сложности. Потому что и команда в тебе уверена, что можно положиться, и я, конечно, как тренер тоже знаю, что ты уже не первый год, поэтому где-то я могу на тебя рассчитывать. Что внутри команды, на площадке девочки тебя чувствуют, слышат, ты им что-то можешь как изнутри сказать. Вот, поэтому есть у кого-то из девочек, есть вопросы к Дине, вы пишите. Вот тебе тут написали уже, Кира, не тесного, не тесного, написала, сколько раз вы занимаетесь? Мы занимаемся... И с какого возраста, Дина, и с какого возраста ты тут занимаешься? Я занимаюсь гимнастикой с шести лет, ну, как бы просто занималась, потому что у нас в моей школе, в спортзале была гимнастика, и мама меня просто так отдала. И я, чтобы время просто так не терять, у меня мама на работе была до вечера, и мы как бы дома, чтобы одни не оставались, мы просто тренировались с сестрой. Но спустя время, как бы, моя сестра бросила, она не стала заниматься, она пошла заниматься учёбой. Ну, у меня как-то всё пошло, тренер меня заметил, я была очень мягкая, у меня прям растяжка во все стороны, я гнулась, и вообще... А потом, как бы, произошёл такой случай, то, что ей пришлось уйти из нашего зала, и я полностью завершила свою карьеру, я не занималась, просто училась. И потом наш зал, вот этот большой, мама что-то решила меня отвезти, ну, идём попробуем, как бы, зачем терять просто так время? Ну, я согласилась, меня мама отвезла, и потом меня отправили в школу. Я там просто тренировалась, просто, без ничего, я не собиралась попадать в сборную, и никак. И потом на соревнованиях меня заметили, и пригласили в сборную, в школу, в интернат. И я училась в РСД ЮСШОР, это олимпийская школа, вот, я там была с 12 лет, то есть я уже с 12 лет живу одна, ну, как бы, без родителей. Под опекой наших тренеров, нашего руководства, и вот, потом я закончила интернат, я также училась, тренировалась, но я была в личном. И я стояла ещё в юношеской сборной, в 99-й год, да, в групповом. И потом, как бы, у меня просто не получалось, я не могла войти в состав, потому что я была худенькой, неопытной, и была левшой. Вот, потом я ушла в личном, я была в личном, потом у меня тренер опять улетел. Я, получается, я с одного тренера к другому, потом ещё к одному, и так туда-сюда ходила. И потом меня попросили, я, то есть, сдала экзамен, попала в сборную, где групповые меня приняли, и с тех пор я, как бы, уже всё, в сборной официально, в групповых. Ну, я в личном тоже была в сборной, и вот, такие вот дела. Нет. Что? Сейчас спрашиваю девочки. Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Сколько тебе лет? 20 лет. 20 лет. Да, ну, в этом году я уже 21. 21 год. И ты ещё не собираешься бросать? Ты ещё собираешься продолжать тренироваться? Ну, у меня есть цель, мне надо сначала её добиться, потому что я столько тренировалась, и как бы, просто сливать свой труд непонятно куда. И вот, надо сначала добиться своих целей, потому что ты столько идёшь к ней, столько тренируешься. Вообще, с детства я считаю, и вообще я знаю, что маленькие детки с детства все хотят попасть в сборную для начала, потом расти, расти выше, конкурировать на международной арене, ну, то есть с международными гимнастками, а потом уже поднимать всё выше и выше свой флаг, ну, своей страны, и, естественно, участвовать на Олимпийских играх и завоёвывать медаль. Смотри, все мечтают попасть на Олимпиаду, все мечтают попасть в сборную команду, все мечтают выиграть что-то, прям медаль получить, стоять на пьедестале и слушать гимн вашей же страны. А вот что для этого нужно? Что? Сколько надо пройти всего? Сколько надо выдержать? Есть какие-то трудности или всё так легко даётся? Нет, на самом деле, по ту сторону медали, там столько всего скрывается, я так хочу сказать, там столько слёз, боль, улыбок, травмы, морально тяжело, физически тяжело. Я живу на базе, и у меня бывает такое, что я очень сильно хочу домой, скучаю по родителям, вот. Но, как бы, цель превыше всего, потому что надо достигать цели, надо ставить перед собой цели и обязательно их достигать. Не просто останавливать на пути, ну, на полпути, как бы, начать. Я, типа, дойду, и потом уже бросать и говорить, что ты не можешь. Надо бороться за себя, за свою цель и быть уверенным в себе. Чем больше ты увереннее в себе, тем лучше тебе, на самом деле, ты реально достигнешь своих целей. Потому что это всё заключается психологически. Если ты будешь себе говорить, что ты недостоин, то, что ты не достигнешь цели, на самом деле ты не будешь достигать. А если ты поставишь себе конкретную цель, я достигну, я этого сделаю, и будешь этому верить. И просто, вы не поверите, вселенная поможет нам, и тренера начнут помогать, и ты, конечно, будешь слушаться тренера и доверять ему. И тогда у тебя реально всё получится. И ты будешь смотреть и видеть, как ты растёшь, растёшь, растёшь. Вот. А вот когда у тебя появилась эта цель, тебе легче было тренироваться, чем когда у тебя этой цели не было? Или у тебя всегда была цель, тебе всегда вот прям хотелось идти тренироваться, покорять что-то, достигать? Или были моменты, когда ты вроде понимала, что не хочу идти на тренировку, а потом, например, раз, поставила цель и всё-таки решила, и пошла, и пахать начала? Да, да, очень часто бывало такое, что я думала, всё, я уже не могу, может, это конец, может, это финиш. Я сомневалась раньше в себе, я думала, может, это не моя дорога. Но спустя время я реально поняла, что я на правильном пути. И я хочу сказать, что я так хотела этого достичь, и люди, и вселенная начала помогать. Мне отправили такого великолепного тренера, как вы, и я начала реально достигать высот. Я как бы за 2019 год я стала азиатской чемпионкой, плюс двукратной в финалах. Я завоевала серебро в многоборе, на Кубках мира мы заняли место, на Гран-при. Ну, это реально, на самом деле, это круто. И когда ты достигаешь своих целей, у тебя как бы вырастает крылья, и тебе хочется ещё больше, ещё больше, ещё больше двигаться вперёд. Ну, когда постигают такие моменты, когда ты не хочешь тренироваться, и ты думаешь, всё, не хочу, не хочу. В этот момент надо просто перебороть себя и сказать, а если я не хочу, чего я хочу в этой жизни тогда? Зачем я тогда вообще пришла в спорт? Из-за этого надо убирать эти мысли, то, что я не хочу, я не буду, я не могу. Этого нету. Есть только я, могу, и тогда всё получится, на самом деле. Этого нету.